Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами Мокбанг с пиццей. Как же я соскучилась просто по пицце. Ну как же я соскучилась! Сама пошла и принесла, чтобы сэкономить. Как я экономлю? Хотя доставка бесплатная. Эта пицца доступна только при самовывозе или ты сидишь там кушаешь. Обалденно просто вкусная! Это мой обед. Прям сегодня же и буду выкладывать видео, потому что вчера было два видео, а сегодня у меня нет материала. Сегодня с утра мы с Фатей конкретно распереживались. Скорее Фатя. Фатя не могла зайти в свой аккаунт в YouTube. И она очень испугалась. Потом выяснилось, что в YouTube проводится работа. И проблема общая, не только у нее. Вообще вы можете заметить, что под некоторыми моими видео отключены комментарии. Это делаю не я, ребята. Это проблема с YouTube. Ребята, нету смысла, чтобы я сама отключала свои комментарии, потому что когда комментариев нет, просмотров меньше. Я не знаю, как работает механизм этот, но почему-то вот так вот. На одном видео только я выключила комментарии, где мы с Фатей вдвоем. Там что-то Фатю прям, знаете, так обижали. Писали такие негативные комментарии. Она даже очень сильно расстроилась. Я решила, да ладно, пусть будет меньше просмотров, но зато у Фатей будет хорошее настроение. Обожаю пиццу. Вот у меня брат всегда любил пиццу. Я поражалась, насколько быстро он ее ел. Он просто отбрал и хап, пиццы нету. Моему брату обязательно нужно сделать челлендж в Фатей. Братильник, если ты меня смотришь. Привет. Привет, брат. Я обожаю этого. Он всегда говорил про кого-то человека, который очень стал высокомерным, например. Он всегда делал такой жест. Вообще, иногда так скучаю по своему брату. Вспоминаю какие-то моменты из детства. Это прям становится смешно. И в то же время грустно, что его сейчас нету рядом со мной. Все мое детство мой брат называл меня стукачкой. Всегда. Я не помню, чтобы он меня по имени звал. Всегда стукачка, иди сюда. Дело было в том, что я всегда рассказывала родителям, что он делает. Какие пакости он делает. Один раз он взял и написал на обоях сверху моей двери. То есть у нас с ним были раздельные комнаты, мы были соседями. Он написал маркером стукачка. Прям, знаете, вот такими буквами. Я не знала, что делать. Даже не додумалась до того, чтобы взять, не знаю, маркер и замазать. Еще больше убить обои, бедные. Что сделали родители? Вместо того, чтобы его поругать, они просто... Смотри, какой он у нас юморист. А мне было обидно, ко мне приходила подруга. Я ее пыталась быстренько засунуть в комнату, чтобы она не повернула голову вверх и не увидела эту надпись. Просто стукачка, это было второе мое имя. Знаете, как было дело? Он один раз сорвал в школе огнетушитель. То есть вот стоят огнетушители, никто их не трогает, да? Он самый умный. Решил попробовать, как эта система работает. И, короче, целый кипиш в школе. А директриса сказала, Аразов. У нас фамилия Аразов. Родители к директору. Вот. Я такая быстренько побежала маме говорить. И тут брат меня поймал, взял за шкирку. Взял, вот как в Том и Джерри, меня за портфель. Я такая еще иду, иду, иду. Я вижу, что нет, кто-то меня поднял. И он сказал, скажешь родителям, убью его. И получается, что классная руководительница. Ей директор сказал, что обязательно позвони Аразову. Вызови его родителей. Классная руководительница звонит, звонит. А что делать, брат? Просто вытащил провод. И все. Не дозвонится до нас. Классная руководительница говорит, что адрес наш он дал неправильный. Она идет по адресу. Натыгается на других людей. Звонит домой. Опять же, никто не берет по номеру домашнего через ФСБ пробивать, где он живет. Очень трудно. Поэтому, говорит, дорогая моя, ты отличница. Ты хорошо учишься. Скажи родителям, что их срочно вызывают в школу. Лучше папе. Я иду домой, смотрю на брата, смотрю на родителей. Мама спрашивает, ну как дела в школе? Я говорю, супер. Просто ободзенно. В этом случае я, кстати, не рассказала, потому что я боялась брата, боялась его реакции. Но потом... Это как бы тема сама по себе разрешилась. В конце классная руководительница как-то нашла моего отца. Она говорит, я никак не могла до вас дозвониться. У меня папа да ладно. Он такой смотрит на меня. Чего уж так. В общем, последние годы я вообще не стукачила. Я на борт помогала, прикрывала брата. Вот, и прикрывала его. Вообще, мне кажется, моя бы жизнь была бы супер скучная. Если бы не было моего брата. То есть, каждый день это такие были приколы. Я была маленькая, и он любил поиздеваться надо мной. Ну вот, если думать о том, что хотела бы я сестру или брата, я бы ничего не хотела бы поменять. Я бы однозначно хотела бы брата и вот этого, который у меня есть. А тем временем, я просто уминаю, упорезаю пиццу с маслинами. Обожаю маслины. Они мне спросили, вы хотите на толстом хлебушке или на тоненьком. Я подумала, давайте на толстый. Вы представляете, это толстый. Какой же у них тонкий-то лаваш. Очень люблю пиццу до минус. Это, по-моему, средний размер, да, средненькая. Малико задает привет. Огромный тебе привет, солнышко. Малико очень часто пишет мне комментарии везде. И моя мама вообще к тебе относится с большой любовью и уважением. Спасибо тебе за такую поддержку. Я тебя обожаю. Вот, она задает вопрос. Что бы ты изменила, если бы вернулась в прошлое? Спасибо за ответ. Что бы я изменила? Много чего, если честно. Но все так, знаете, не скажешь. Я бы, наверное, со школьных лет, вот я всегда говорю об этом, опять же говорю, я бы занялась бы обучением разных языков, изучала бы, наверное, языки, которые редко практикуются. Например, китайский. Какие-то, знаете, такие редкие языки. Что-то такое. Сколько детей хочешь. Я бы хотела, чтобы между детьми была бы разница в возрасте как минимум-минимум 5 лет. А все почему, чтобы в материальном плане было легко. Чтобы когда поступал один, второй тоже в этот же период не поступал в универ. У нас просто в универе были две девочки. И они были погодки. И, получается, они поступили на один курс университета. И родителям было очень тяжело на самом деле. Знаете, невозможно сказать одному ребенку, что ты поступишь, а ты нет. Потому что на сцене только на одного. Поэтому тяжело, конечно. Очень тяжело. Наверное, мальчика и девочку. Но старшую я бы хотела девочку. Мои кажется, дочка, это всегда помощь маме. Стоит ли мириться с бывшим, уверен, что изменится и больше не бросит? Конечно, дело твое. Но вообще статистика. Я в интернете читала, что статистика показывает, на 90% когда бывшие опять сходятся, у них опять ничего не получается. Я бы лично не стала. Мир полон людей разных, хороших. Нужно присмотреться просто. Я все-таки считаю, что не надо встречаться по типу ну, зато он хороший, ну, зато у него есть другие плюсы. Вот если тебя что-то конкретно не устраивает, ты хочешь поменять в нем что-то, то не стоит. Просто поищи себе человека, который будет полностью тебя во всем устраивать. Мне кажется так. Сними видео с креветками. Ой, креветочки. Очень люблю. Наза. Один раз было видео с креветками очень давно. Надо срочно повторять. Знак зодиака твоего, Павли. Ну, это же хотя бы ты можешь нам сказать. Он водолей. Воду льет. Вопросов много касательно парня? Просто, вы поймите меня, пожалуйста, ему не нравится, когда я отвечаю на эти вопросы, когда я что-то рассказываю. То есть, моя бабуля, я посадила его сюда и сняла бы вместе с ним видео. Но я должна и учитывать его мнение, понимаете? Я не могу заставить его тоже быть блогером. То есть, он человек далекий от этого всего. Ему как бы это... Тут еще был вопрос, знает ли он то, что я блогер. Да, конечно, он знает. То есть, это, опять же, исходя из их желаний. Например, мой отец не хочет сниматься в моих видео. Я не могу его заставить, что... Сядь, папа, давай будем снимать с тобой видео. Мама не против. Например, Фатя, брат, приехал. И они даже одного видео вместе не сняли. Если в семье есть блогер, это не значит, что все в семье должны стать блогерами и обсуждать свою жизнь. Не знаю. Например, моему брату очень нравится, когда я про него, его истории какие-то рассказываю, или еще что-то. Он говорит, что мне приятно. И он говорит, что эти видео интересные. Он говорит, что ты расскажи эту историю, расскажи эту историю. Вот так куча всего, знаете, что можно рассказать просто. Просто немножко моя мама обижается, когда я вставляю в плохом свете брата. А брат говорит, ничего, давай, мне нравится, говорит, слушать истории из моего детства. У меня прям, говорит, ностальгия. Брат вообще за. Там история с уксусом была, там такие только истории были. Вообще угар, ребят. Так хочется рассказать. А сегодня прям как хрюшка. Закончился. Была просто нереально вкусная пицца. Обалденная. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok